Великолепная игра Проходим и напомним о Постошн 4 Эту замечательную игру Ну что же, восьмая серия уже У нас с вами, мы бежим По второстепенному квесту До помощи чуваку, у которого пропал брат Который ушел вроде как на фронт Если не ошибаюсь И пропал, короче говоря Листья собачьей петрушки Объединение должно быть Там у нас снова утопцы, интересно, и кто там Наверняка, да Заварить, не заварить Пойдем заварим, наверное Ау, нифига ты выпал-то, блин, боже мой На все свои хеллы Пипец ты Интересный, конечно На брюшик-то вроде небольшой Блин, обидно Это сколько придется печеных яблок сажать теперь Чтобы восстановить здоровье Все, что есть Но без жизни к ним идти явно не стоит Ну, теперь потихонечку можно Так, первый отъехал Отойдем пока Не будем спешить Ну, давай, родной, вот он я Давай, давай, подходи Ай, твою мать, а Я тебя понял Вот в этой лодке дурацкой, короче Вот так, сдохни Так, хорошо А теперь забираем Все, что понападало с них А все, что здесь валялось Язык утопца Шпагат какой-то Что-то еще Там какой-то мешок еще есть Толченый жемчуг опять-таки Эссенция элементария Замещать, но так Этого парня Не обыскать Ну, вероятно, все Больше тут ничего интересного Не вижу особо Еще это, керри, так бегай Чтобы по упору там Там бы что-то подсвечено было Мне, или бы мне показалось Наверное, показалось Ладно, пошли вперед Там еще вам парочка утопцев С сокровища под охраной Эй, охраннички Идите сюда, ублюдки Я вас огоньком гащу Блин, трое Между прочим, это плохо Трое, это плохо Так, нет, все верно Игни Хорошо Так уже попроще будет Немножко Да что ты Иди, иди Что-то он блоки вообще не ставит Короче, не хочет совершенно Блин, а там уже четвертый вылез Ладно, норм Пока вроде справляемся Да что б тебя подкинуло Вот так Никак иначе Опять это гребанное сырое мясо Ставит Как-то выкинуть или зажарить Не знаю, что-то с ним сделать Или сожрать уже на худой конец Только мешает Так, ласточка Что вообще ласточка дает Скорее, это восстановление здоровья Полученный урон Приостановлен в восстановлении здоровья На 2 секунды Ну так круто Можно попробовать ее съесть тогда В общем-то Так, давайте обыскиваем тут Местные сокровища Скилистский гамбинзон Шнурок Печень волка Чертеж взрывной болф Иронная страница Отвар Изводной бабы Арендовал Химический порошок Холст Чертеж Тимерский кинжал Рецепт Неясыть Здорово Очень даже здорово И вроде как все Как подняться-то, мать его, интересно Вот вопрос А, вот так можно было подняться все это время И не заморачиваться Ладно, по крайней мере, мы так бы не узнали То, что мы узнали А мы нашли какие-то там доспехи интересные Сейчас мы посмотрим, что они дают Но для начала поставим все-таки Что-нибудь, что можно есть или пить Бутылка воды Яблочный сок Вот, я думаю, то, что нужно По идее Так, смотрим доспехи Скилистский гамбинзон С потерянной колющим ударом С потерянной ударом Он гораздо лучше вообще Он еще при этом тоже легкий Выглядит, конечно Как-то махик Мягко говоря, так себе Но тем не менее Ну вот, а вот это что такое Малый глиф Игни Используется Для создания различных предметов Мощь Игни 2% Это улучшение можно установить Только на предметы Которого есть подходящая ячейка Свободная на данный момент Так у меня вот Есть меч свободный На данный момент Ну-ка, как там Убрать Бросить Нахрен его знает Как его оставить Ну, видимо, никак, короче Так, а какую-то книжку Мы на его, по-моему, поднимали Еще нет Его величество Пот и кровь Да, вот эту книжку нам дала Эта самая Травница Давайте почитаем О чем она Между миром Видимым и невидимым Простирается завеса Из-за нее Живые не видят мертвых А мертвые не видят живых Некоторые чародеи Могут пробить завесу И поговорить с умершими Или вызвать их на краткое время В наш подлунный мир Искусство это называют Некромантией Также умершие могут Сами пробить завесу И пробраться в мир живых Однако, если некромантами Направляет воля и разум То мертвецами Безумная и бездумная Потребность Коя вызывает сильное чувство Такое, как скорбь, таска или гнев Очень часто проводниками Этого чувства Становится материальный предмет Связанный с этим чувством Кольца, любимые игрушки Или орудия убийств От которых погиб Прибывший из-за завесы Вот так-то Очень интересная лекция Так, ну ладно Мы с вами все-таки Двигаем потихонечку дальше Какой злой мальчик Ладно-ладно, все, ухожу Какая собачка у тебя интересная И часто ты Разговариваешь со своей собакой Это не моя собака А моего брата Бастина Хотя Теперь уже, наверное, моя Понимаешь Бастин бился с черными Здесь неподалеку Большое сражение было И с тех пор от него никаких вестей Говорил я ему Сделай, как я Отрежь себе палец Или два Тебя и не заберут А он побоялся Вот холера Жаль На твоем месте Я бы осмотрелся на поле битвы Был я там Море трупов и трупоедов Слышал я когда-то Что они боятся огня Так попробовал разогнать их факелом Ни хрена скажу я тебе Если бы не гусар Они бы меня живьем сожрали Послушай-ка Я так понимаю Ты эти мечи не для парада носишь Защити меня от гулей И помоги найти Бастина А я тебе хорошо заплачу По рукам Хорошо, я тебе помогу Только После битвы прошло уже несколько дней Так что шансы Что мы найдем твоего брата живым Малый Очень малый Кто бы сомневался Я хочу хоть тело забрать Чтоб Бастин не гнил под открытым небом Вместе с ним Встретимся на пригорке Рядом с полем А дальше пойдем вместе Так, ну что же Это в принципе справедливо на самом деле Давай Встретиться с Дуней У поля боя Давайте сначала осмотрим Тут это место Может быть что-то тут для нас Лежит Вкусное Ну кроме трав вроде как ничего Ладно, хоть траву заберем Так, сколько там в принципе не так много Я думаю, что пешочком можно На лошади конечно кайфовость какая-то Но блин, пока пешком мне больше нравится Просто потому что Очень красивый мир И не торопясь, хочется его исследовать Я надеюсь, что это ничейное И никто за меня не обидится Ой, блин, а что это вы Прогрузились-то с воздуха Господа Если бы я знал, я бы не брал Ладно, не ревите Я могу обратно положить Бедолаги Жалко вас, реально жалко Ну ладно, все Согласен Ну где-то на одном из таких столбов болтается Поджигатель кузницы теперь, блин Ну это конечно печально на себе Я бы не хотел, чтобы вот так все кончилось Он хоть мне не понравился Но тем не менее, я думаю, что Не услужил он быть повешенным Все-таки мне его реально по-человечески Жалко Но что сделано, то сделано Того уже не вернуть Так, справа дофига врагов И какой-то символ на карте Интересно, давайте посмотрим, что это за символ Что он означает Вот это вот Низду чудовища, понятно Нет, а там иссоваться пока рановато Я думаю, что Ну его нахрен Тут естественно волки Куда же без них Да мне как раз туда нужно идти в ту сторону А нет, подожди Этот парень с собакой стоит Напугала меня твоя собака дебильная Все в шрамах еще и к тому же Хорошо, что ты пришел Бастин Его тело Должно быть где-то здесь Точно так же, как дела сотен других Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично Успокойся Все ребята, которых призвали из Белого Сада Нарисовали у себя на счетах маленький цветочек Чтобы в битве видеть друг друга издалека Их было немного Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд Не обижайся, но Случается, что в битве солдаты бросают щиты Особенно, когда прыгнут Одного щита тоже хватит Тогда гусар учует след и поведет нас Ну, пойдем Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше Да, я вот тоже только что подумал, что, блин Щит-то можно и бросить носами Не факт, что где щит, там и труп будет лежать рядом В области карты Уполняя некоторые задачи, вы будете знать только примерное расположение вашей цели Отправляйтесь в отмеченную область Хорошо Здесь нам тупо нужно будет искать Так, эти твари боятся огня, он сказал Поэтому, собственно, и поставим огненный знак У нас он, правда, и стоял Ну, в общем, мы поняли Так, хорошо, что здесь такое можно поднять Ржавый меч На продажу пойдет Блин, да тут можно неплохо так, на самом деле Золотиться с них С этих трупов Чувствую себя, правда, при этом каким-то падальщиком Но все же Может, я себе какое-то оружие найду поновее получше А вдруг Сейчас, братюня, подожди Сейчас найдем этого брата Не переживай Да, трупов-то реально немало так Там собаке что-то не нравится Ну, железная женя все-таки бесконечная Потому что мы сейчас столько с собой таскаем А вон, кстати, труповеди стоят Важный предмет Смотрите, посмотрите, сейчас в глаза предметы Так, париться Так, это у меня смотреть Офигеть, конечно Вещей реально очень много Так, ну что, ладно Думаю, что пора, наверное, идти Хватит с них собирать эти ржавые мещения Все равно стоит там, по-моему, по семерочке, что ли Что-то около того То есть не очень дорого Пойдем прямо у этих парней заварить лучше Второго уровня Ну, будем надеяться на лучшее Так, один отъехал Поджигаем второго Ай, 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 ай Второй готов Отлично Изи, мать его, Бризи Я с них падаю Это здорово Продвинем не с каждого Ладно, хрен с ним Продолжаем поиски Бутылка воды Это классно Так, это мы уже уходим Из отмеченной области Но обратно в нее Нужно вернуться Но пока ничего особо необычного Тут не наблюдаю Честно говоря Вон какие-то трупы Пойдем к ним Подойдем Это явно ли то Это скорее всего тоже Щиты с маленьким цветочком Это вот такой что ли? Цветочек-то нет? Хрен его знает Тупой топор Топор Да блин Здесь реально много трупов А смотрите в глаза Бросающиеся предметы Собака дебильная Немножко бесит На самом деле еще Тема же постоянно Агрится Так, ладно Продолжаем поиски Тогда в этой области Все-таки отмеченной Вот Подсвечен же красным Следы Я обнаружил следы Подойдите к ним И нажмите X Чтобы смотреть Понял все Так, хорошо Вот какие-то Еще какие-то следы Или какая-то кровь Непонятно Фиг знает что Посмотрим дальше Внимательно Ну вон там еще Сначала заберем водичку В смысле У соседей было Там сколько сыновей Это интересно Жаль Очень жаль Ладно Продолжаем искать Продолжаем смотреть Что мы еще могли Упустить с виду По-прежнему Ничего Это уже мы Уже осматривали Правильно Это же оказался Не он А сын соседей Блин Хрен его знает А пока больше Не вижу таких щитов В этой области Так, еще раз Это мы осматривали Тоже уже Правильно Раз они желтыми Помещаются Не смотрим Наверняка Помещаются Красным Вот один Кожа вся Сыщена Я знаю Что сложно сказать Может это он Я Бастин был здоровый парень Широкий в плечах А этот вроде поменьше Но может это из-за огня Ну может быть он Ужарился На самом деле Задание дополнено Пропавшей без вести Так, хорошо Пошли Идите по следам Гусара Пошли 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 Родной Сюда Это еще Ничего Поручик Сказал нам Ходить Сортир По команде Нас Изболисты Обстреливают А он Все Солдат С полным Желудком В битву Ити не может Будете Сидеть Пока Не высидите Представляешь Болван Прекрати Ребра у меня Болят Когда смеюсь Надо наложить Давящую повязку Но это позже После того Как ты объяснишь Что здесь происходит Бастиан Он Он тебя взял в плен Этот нильфгардец Нет Он мне жизнь спас Меня ранили в бок Потом по башке ударили Так что у меня зрение отшибло Россон наткнулся на меня Когда Полз через поле Он Лодыжку Вывихнул Вот так Слепой Вел Хромого Пока мы не нашли Эту хату Заберу тебя домой Надо заняться Твоими ранами Я Россона Не брошу Один он Тут пропадет А к своим Уйти Он не может Он же дезертир Его тут же Вздернут А если А если его у нас найдут Тогда полесят всех Вместе с моей лисье И речи быть не может Черный останется здесь Так Если бы не черный Бастин бы уже не был Ты не понимаешь что ли Если бы не этот черный Бастин бы уже умер Может ты ему покажешь Что нордлинги Не дикари Какими нас считают В нильфгарде Ну Дам я ему Отцовскую одежду Обучу работать В поле Только вот акцент Ну да ладно Будь что будет Возьму и его Спасибо ведьмак Вот твоя награда Дохранят тебя боги Ну вот и чудненько Задание выполнено Точнее дополнено пока что Получено 25 очков опыта Отлично Задание выполнено Пропавший без вести И брат Нашел брата Вот так вот собственно Один враг спас Другого своего врага И они стали друзьями Удивительно Просто удивительно Да Реально классная история Классный квест Вы не против Я ваши пожитки Тут немножко обыщу Химическая опасность Не знаю нахрена она Но я возьму Вообще в принципе Как много вещей Да различных Просто немеренно В игре Так посмотрим на карту мира Остались ли какие-то Второстепенные квесты Но что-то не подсказывает Что уже нет Что в общем-то Уже и все Знак вопроса Правда осталось Просто немерено Так ну в принципе Двигаем тогда По основной сюжетной линии А кто-как где мы находимся Еще В момент Уточнить хочется Вот мы Давайте расходим На этот знак вопроса По дороге Неизвестное место Пока ищем Наружное место Или артефакт Вот поставим Садометчик А потом отсюда Будем так вот И двигаться Уже непосредственно Обратно туда К корчме Подозвать лошадь Да Спасибо большое Я умею Плотва Ко мне Ух ты мать его Геральт прыгает Интересно Так Ну родная Поехали Надеюсь Мы тут не убьем Сейчас А то что-то Не проехать Особо Нифига Ой блин Опасно Не Она даже не хочет Ладно Найдем Какой-нибудь Более безопасный Маршрут Шевелись Плотва Давайте выскочим Тордо на дорогу И по ней уже Отправимся Вперед Мост Смешки Мы нашли Новую локацию Получается Да В ту сторону Ну-ка посмотрим Подожди Если вообще Через этот мост Мы куда проедем Так По другому берегу Нет Нам туда не нужно Нам нужно Как-то все-таки Двигаться Быстрее Как-то двигаться Вот так Вдоль этого оврага Главное Надеюсь Что мы не упадем И что нас никто Тут не сожрет И что мы сможем Здесь проехать Будет Пока Получается Отлично И это они Блин Называют Ясной погодой Что-то Тучи-то Какие-то Крызовые Собираются Лютые По-моему Давайте Ставим 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 Немножко А вот Мы пришли Ой Ах ты Ах ты Япономазь Ну отлично Ну отлично Чудесненько Чудесненько Ну теперь Собираем с них Добро Я думаю Я думаю Стих немало Все должно Нападать Плюс Там еще Сундук Стоит Вот этот Арены И Флорены Или Орены И Флорены Или Арены И Флорены Не знаю Как правильно Будем Поэтому Заморачиваться Стальная Леска Ну вот Собственно И все Теперь Наверное Можно Двигаться И по Основному Сюжетному Заданию Мы Как раз В ту сторону С вами И идем Это нам Было По пути Мне правда Если посмотреть Что такое Здесь наверху Еще Что за развалины Быть может Мы сможем Сюда подняться Ах Ты сволочь Такая Ты слышишь Ты охренел Что ли Лошадку Мою Ублюдок Совсем Блин Страх Потерял Так Окей Попробуем Нет Не совсем А тут Где-нибудь Где более Пологий Давай Давай Прыгай Прыгай Геральт Прыгай Нет Не получается У него Просто Блин Реально Интересно Что это За место Давайте Найдем Подъем Должен Он Где-то Быть Однозначно Должен Да Что к тебе Подкинуло Ты не хочешь Так Забираться Тихо Тихо Твою Дивизию Это было Зря Да Да и пошел Ты к черту Ладно Пойду я Лучше По своим Делам Хотя Блин Там Какой-то Знака Просто Женщина Исов Вот в чем Дело Что-то Ну нет Ни в какую Не хочет Так Время еще Пить Яблочного Сока Может он По этим Кустикам Как-то Сможет По лианам Карабкаться Нет Блин Такое Интересное Место И получается По сути Неприступное Только Здоровье Потратил Все Все Что Было Ладно Хрестим Тогда Как-то Мы Другой Раз Нафиг Поехали Нас Ждут Великие Дела Ох Ни хрена По мне Попали Кто Это Такой Дерзкий Откуда В общем Вопрос Люди Бедные В шоке От Увиденного Мало Того Что Ведьмах В краях Кашивается Так еще И Блин По нему Лучники Какие Стреляют Что Какие-то Тропинки На самом деле Очень Запутанные А вот Это Не Под Даль Подъем Может Отсюда Как-то Все-таки С самого Низа Просто Ну-ка Пойдем Посмотрим Да Вот он Подъем Оказывается Откуда Так А это Интересно Дезертир Понятно Ты меня Бить Будешь Но Это Зря Ох Нифига Ты Какой Жесткий Сачку Пожалуй Попью Немножко С твоего Позволения Вот это Казнь Я понимаю Неплохо Там Еще один Пришел Чувак Это Макрас Лучник Тот Самый Да Лучник Господи Геральт Как вы Не научитесь И вправда Как вы Не научитесь Не будем повторять Ругательство Так Ну что же Лагерь дезертиров Нашли Это на самом деле Круто Теперь давайте Всех Обыщем Перегрузка Вы перегружены Такой вес тяжел Даже для Геральта Если вы наберете Слишком много Добычи То не сможете Бегать и ускоряться А на экране Появится Насчет Перегрузки В окне Рюкзака Можно посмотреть Общий вес Поклажи Избавьтесь От ненужных Предметов Выбросите Их Продайте Или попросите Ремесленника Их Разобрать На составные Части Чтобы брать Больше вещей Улучшите Сидельные Сумки Ну а вот Собственная Перегрузка Да ладно Перегрузка Для слабаков Мы сейчас добежим До ближайшей Деревни Таверны Там Что там Будет И Продадимся Поэтому Просто Поливать Хотя Бегать Конечно То что Я не могу Это плохо Ну По крайней мере Поводы Наконец-то И выяснили Что Инвентарь Не бесконечный Так Давайте Возьмем Какую Еду Покушать Скушаем И как раз Вес уменьшится Ох Офигеть У меня Этих Мещей Японо Мать Это Жесть Просто Жесть Так Вот Вода Фиал Мурины Ну как Вот такие Ценные Вещи Не поднять Протокол Допроса И чертеж Меч Школы Змеи Круто Хлопок Фосфор 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 Задание Выполнено Старные Вещи Шкуры Помните То самое Здание Которое мы Нашли В этом Склепе Типа Чертеж У меня Кто-то там Отнял Вот эти Ребята Отняли Получается Чертеж Так что В общем-то Не зря Мы сюда Поднялись Покрутно Квест Выполнив Так У нас там Что-то Еще Было Почитать Давайте Посмотрим Рюкзак Протокол Допроса Да Давайте Поглядим Протокол Допроса Место Крепостя Вометта Присутствует Баронет Игнати Верье Сына Шель Андреас Блюметч Лядинцы Баронетов Верье Комар Смагар Лепмик Подозреваемый Кольгрим Ведьмак И школа Змеи Ведьмак Кольгрим Обменяется Похищение Витька Сына Павла Бортника Из деревни Белый сад К нему применена Мера предварительного ареста В ходе обыска У него найден чертеж Стального меча Предполагается Что он мог использовать Семь меч Для устрашения А возможно И убийство Похищенного Мальчика Допускается Что обвиняемый Может располагать Иными подобными Типами чертежами Необходимые Для создания Смертоносных предметов Однако Таковых При нем До сих пор Не найдено По желанию Баронет Верье Приписка В пропаже Мальчика Оказались Виновны Утопцы Стоило Отметить Что на Оных Чудовище Охотился Арестованный Ведьмак К сожалению Прежде чем Сие Стало известно Следствию Кольгрим Был уже Мертв Вместо Судебного Процесса Ведьмак Выбрал Успытание Поединком А Баронет Верье На это Согласился Велел Ведьмаку Очистить От призраков Родовой Склеп Кольгрим С заданием Не справился И более Никогда Из подземелья Не вышел Отсюда Допускаются С большим Правдоподобием Что он И ведьмак Был убит Нечистой силой Духами А возможно И призраками Которые Избрали Это место Своим Логовом Вот так Слушайте А давайте Книжки Бросать Они же тоже Какой-то Вес Занимают Правильно Ну В общем Правда Маленькие Но тем не менее Нафиг Они нам нужны Как там Их Бросить Треугольник Так Сердитые Заметки Содержат Полезную Информацию Тот Не помню Чтоб я читал И за каким А да Читал Пока оставим Письмо Оставим Где же ты брат Это уже не нужно Это уже можно выкинуть Заказ Лихого колодца Мы сейчас Попробуем Выполнить Еще наверное Письмо Кольгрима Из школы Змей Пока тоже Оставим И сожженные Бумоги Мы тоже Оставим Трес Замет Которая Не понимаю И за каким Дьявол Он должен Найти Нас Погибли А что Дали Даже Приличных Похорон Не заслужили Папка Всегда говорила Что мудрец Учится На чужих Ошибках Так вот Я участвую В ошибках Вместо того Чтобы подыхать Затемерию Буду лучше Грабить Тех Кто убивал Наших Мы встали Лагерем Мы в отличном месте Посреди леса Близ Старой Мельницы Теперь Готовимся К первому Дельцу А ну это Те самые Бандиты Помните В лагере Мы их Лагеря Зачистили Так Вот и кровь Эту книгу Можно кстати Прочитать Она дорого Стоит Лучше Прочитаем Тогда 63,60 У меня Блин Ну можно Конечно Что-то Выкинуть Попробовать Так Вот это 5,7 Думаю Что Ржавый Мещ Бросить Так Еще Один Ржавый Мещ Бросить Великорректно Все Теперь Мы более Не перегружены Можем Снова Быстро Передвигаться Давайте Сюда Уходить Так Аккуратненько Так же Как и Поднялись Так же И спускаемся Дабы Не переломать Себе Конечностей Великорректно Правда Нафига Я тогда Возвращаюсь С таверну Непонятно Если тут Еще остался Квест Про Колодец С чудищем Вот Тоже Не мешало Было Выполнить Наверное Ну По крайней мере Там Продадим Сейчас Впарим Все лишнее Ну Или По крайней мере Постараемся Впарить Потому Что Я не уверен Что Она Принимает Мечи К оплате И Надо бы Наверное Закупиться У нее Едой И Продать Ее Сырое Мясо Дебильнее Нафиг Кому нужно Ух ты Случайно Откнул Случайно Подобрал Ладно Бывает Я в принципе Не против Вот Уже Деревня Безопасность Все Здорово И Прекрасно Вот Это Что Такой Зазнащук Видите Какая-то Белая Бутылочка Типа Нарисована Виде Видите Все Прекрасно Колодец Говорит Она Тоже Сходишь К этому Колодцу Она Говорит Ну нет Лучше Типа Болеть Колодцу Не пойду А вот Я бы Сходил Колодцу Надо бы Сходить Реально Господи Боже Так Ладно Бандит Можно с бандитом поговорить Разговоры Будешь С ним разговаривать Бандит Не будет Так я и думал Еще Чего Нибудь Конечно А как ты думаешь То естественно Может ясня Что интересное Под прилавком А это зависит От того Что вы ищете Взгляните Да Посмотрим Блин Твою же дивизию Ты мечи не принимаешь К оплате Эх Печально Ладно Хорошо Посмотрим Что здесь у нас Есть факел И спускает Слабый свет Пока оставим Пищу Установлю Здоровье Оставим Сырое мясо Продать Все Печень волка Тоже Нафиг Она мне нужна Продам Так В общем-то И все Получается Вот это все К оплате Не принимаешь Зато Принимаешь Ржавый топор Тупой топор Точнее Обычный мусор Нафиг Его с собой Тратоскаю Продадим Лошадиная шкура Продать А Все Денег Не хватает Ну ладно Что ж Хотя бы так И то Спасибо Не грустно Конечно мы Избавились от хлама Но Хоть так Ладно Друзья Давайте пожалуй Листра закончим В следующей серии Все таки отправимся На реплами квест С колодцем Потом уже Пообщаемся с Веслимиром Пока что не будем Потому что квест Еще один остался Заказ на лихо А я про него Честно говоря И забыл Ставьте лайки Если вам понравилось Видео Не забывайте Про комментарии Ну и конечно же Подписывайтесь на канал Кто до сих пор Этого не сделал Для вас Грял и комментировал Валдай Это была игра Ведьмак 3 На канале Эпектайп Спасибо за просмотр И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok